Друзья, всем привет! За моей спиной находится тот самый мост, который традиционно считается центром силы уличного баскетбола. Недавно на нашем канале выходил сюжет про этот мост, поэтому можете посмотреть, если не смотрели. Ну а для всех остальных хочу сообщить, что прямо сейчас проходит турнир в формате 1 на 1 по уличному баскетболу от JBL. И сегодняшний репортаж наш будет посвящен именно этому событию. Ну что, вы готовы? Так, дамы, начинай! Слушай, ну рассказывай, что здесь происходит сегодня. Это наш такой фирменный турнир. Решили возродить формат 1 на 1, по которому давно уже ничего такого не проводится. Решили попробовать, посмотрим, что из этого получится. Бренд наш сотрудничает со многими спортсменами, со спортивными организациями не только локально в России, но и глобально. Поэтому для нас сотрудничество с Ассоциацией стритбола России – это такое логичное продолжение истории, продолжение традиций. И вообще музыка и спорт – это вещи, которые очень тесно связаны с собой, в частности, уличный баскетбол. Все, наверное, кто когда-либо играл в баскет на улице, знают, что гораздо кайфовее это делать под музыку атмосферную. Она немножко заряжает энергией, какое-то вдохновение дает. В общем, здесь такое идеальное сочетание, синергия происходит спорта и музыки. И плюс я, как сотрудник компании, должен сказать, что у нас портативные наши колонки идеально вписываются во всю эту атмосферу условия, потому что они защищены от воды, с ними можно играть на открытом воздухе, не бояться, что пойдет дождь, вот как сегодня, например. Поэтому все будет тип-топ, музыка, спорт, все шикарно. Удивительная история получается. Обычно мы с тобой общаемся как с организатором, а сегодня ты участник. Что произошло, что происходит вообще? Я решил понять, насколько я правильный и здоровый образ жизни веду. Ну а если глобально, насколько вообще баскетбол 1 на 1 отличается от баскетбола 3 на 3? И что тебе больше всего нравится, именно баскет 1 на 1, ну или командный? Слышите, вообще изначально 3 на 3 такая история, когда она только началась, она была привлекательна тем, что мало кто играл в команду, все играли face to face 1 на 1, хоть и тысячи эко на площадке. И такое продолжалось долгое время. Ну там, последние года, когда уже 3 на 3 стал профессиональным видом спорта, да, там начался реально командный баскетбол. И вот это вот, того чувства, чтобы выяснить, посмотреть в глаза и сказать, чувак, я тебя один в один накажу, их давно не хватает. Поэтому решили совместно с моими партнерами JBL организовать историю 1 на 1, чтобы каждый проверил, насколько он балабол или нет. Ну вот я решил себя тоже проверить. Насколько философия уличного баскетбола и философия JBL вообще пересекаются между собой, как ты думаешь? Слышь, ну мне кажется, это вообще история. Ну мы же знаем, что, да, звук и игра, это просто вещи неразделимые. Поэтому она не то, что пересекается, она идет вместе, вот так вот. Так, друзья, пау! Блин, нифига себе, да, вообще, что происходит? Рядом со мной Сэм, этого парня вы хорошо знаете по нашим влогам. Да и вообще, люди, которые увлекаются уличным баскетболом, я думаю, хорошо с ним знакомы. И мне кажется, что потенциально мы находимся рядом с будущим чемпионом. Сбудется это, не сбудется. Последим сейчас за успехами этого парня. А сейчас, сейчас, я хотел бы с тобой порассуждать вот на какую тему. Тема нашего влога сегодняшнего – самые нереальные истории, которые ты слышал в раздевалке. Потому что зачастую почему-то в раздевалках обсуждается какой-то такой трэш. И вот ты можешь сейчас, на скидку, вспомнить самую-самую, вообще, может быть, жесткую, самую смешную историю, которая была в раздевалке. Да, это мне не рассказывали, я в этой истории участвовал. Мы играли дюбл, финал, матч там за третье место. И в большом перерыве мы сидим в раздевалке. И там за раздевалкой так устроено, что квадрат и посередине столб. У нас тренер стоит с одной стороны, и пацаны вот так мы по кругу сидим. То есть тех, кто смотрит на него лицом, он видит, а пацанов у столба он не видит. Он начинает говорить там правильные вещи, там, как нам играть. И в этот момент парень, который у столба, встает, снимает штаны и начинает трясти передо мной. Я это вижу, начинаю ржать. Тренер видит мою реакцию. Начинает на меня орать, и в итоге третью четверть я вообще не играл. Из-за того, что пацан трес там своими причиналами. Ну вот такая вот история. Близ раздевалки прямиком. Ладно, все, реально взорвал сейчас эфир. Желаем тебе удачи, за твоими успехами будем следить. Ну я думаю, я не буду ничего рассказывать, просто, ну не знаю, скажу же вкратце. Ну у кого-то там было много, много, я просто далек от этого, поэтому не хочу углубляться. Ты, когда происходили все эти жуткие истории, убегал в панике из раздевалки, как это происходило? Нет, я слушал все это, мне приходилось, мне приходилось. Получается, жизнь стритболиста очень тяжела, потому что приходится постоянно все это выслушивать? Конечно, да, и приходится дышать тем, что вокруг происходит. Что, кошмар? Почему кто-то приходит? Ну, там, конечно, да, всякие там, ну, всякие ужасы. Можем не кривляться, а уже что-нибудь нормальное сделать, да? Спасибо большое, класс. Ну почему раздевалка? И на поляне бывает. На поляне, к примеру, что было такого запоминающегося, можете рассказать? Идет игра среди женских команд, одна команда проигрывает, тренер расстроен, девочки расстроены. Ну, одна девочка подходит и садится на скамеечку запасных и сидит, ждет. Комиссар пришел, вернее, ну, решил подшутить на ней. Девушка говорит, а что ты сюда пришла-то, вот, а что ты сидишь-то на скамеечке, что ты пришла-то? Она повернулась к нему, говорит, товарищ комиссар, а вы не знаете, кто в нашей команде? Комиссар такой, опешил, думаешь, в чем дело-то, ну, как-то так. А он говорит, почему такой вопрос, девушка, почему именно вот с матом-то? Она говорит, мне тренер сказал, иди поменяй вон ту... Господи, что тут вообще происходит? Спасибо, спасибо. Тема сегодняшнего влога – самые сумасшедшие истории, которые прозвучали в раздевалке. За твою спортивную карьеру, я думаю, ты таких услышал массу. Можешь самую запоминающуюся рассказать, может быть, самую трэш-шоу, самую смешную? Я играл в ЦСКА 86-го года, мы на уровне Москвы были самой слабой командой, мы проигрывали всем. Но зато мы были по духу очень сильные, и с точки зрения таких пацанов. Ну и были случаи, что заходили в раздевалочку после проигрыша и доказывали, кто сильнее. К своим оппонентам? Конечно. И что делали там? Слушай, ну у нас там был такой чувак из Киргизии, Азизбек Бекболотович. Он любил одного человека держать, а другого бить рукой. Вот примерно так. Кошмар, что драки были в раздевалках, так хочется сказать? Были драки, да. На самом деле все команды дрались и в раздевалках, и вне в раздевалках. Кто-то в меньшей степени, кто-то больше. Всего респекта, желаем тебе дальше успехов. Друзья, я думаю, этого парня чаще вы можете встретить за вертушками, нежели на баскетбольном корте. Но тем не менее он здесь. Слушай, рассказывай вообще, как ты сюда попал. Признаться честно, для меня это большое открытие, что ты еще играешь в баскет. Но я на самом деле до того, как начал заниматься диджейингом, мечтал стать баскетболистом. Но, к сожалению, киста в моей голове не позволила это сделать. И когда любые соревнования проходили медосмотр, мне такие, чувак, что ты сделаешь? У тебя стоит ограниченная группа физры. Но, тем не менее, я очень люблю баскетбол и ехал с гастролей, увидел объявление в инстаграм и решил поучаствовать. Прикольно. Слушай, у нас тема сегодняшнего влога – это самые вообще лютые истории, которые когда-либо кто-то слышал в раздевалках. Возможно, у тебя есть какой-то личный опыт, либо ты где-то что-то подслушал, чем готов с нами сейчас поделиться? Ну, так как я уже давно не играю, могу поделиться только историей из диджейинга. Был как-то я на гастролях в Чебоксарах и начал, ну, подготовил в начале в самолете специальный эдит на известный трек Тимберлейка «Секси Бэк». И думаю, в начале сделаю там трикшоты под ногой на пластинках. И только-только я начал делать, и в маленькую паузу чувак оказал кричать «Давай, играй!» И все это слышали, и я такой, ё-моё, вот это одна из самых забавных историй в последнее время. А по диджейингу, не знаю, что-то такого прям я не помню. По диджейингу, это и была история про диджейингу. У нас в раздевалке шумиха всегда была после побед. Шумиха? А в чем это проявлялась, твоя шумиха? Ну, то, что мы сюда побеждали в играх, там, на области, но мы потом проигрывали, и мы шумиху никогда не составляли. Что? Мы просто выпивали после игры, и все. Спасибо, да, спасибо. Ой, не знаю, не знаю. Я не играю, я просто зритель. Я понял, но нравится, да? Постоянный. С 2011 года. А может быть, за кем ты особенно наблюдаешь? Ну, за кем. Если были профессионалы, тогда да. А это здесь любители, да? Ну, любители, но редко, но редко все-таки встречаются профессионалы. Ну, то есть, бывает такое, что бывает. Сюда иногда Чериленко, ну, сам Чериленко приходил. Я с ним фоткался, у меня на Аве с ним фотка. Ну, еще старая, еще когда старая была, Ришка. А, я понял, да. Единственное, что с нами происходило, это как-то мы переодевались в женской раздевалке, и там нашли женскую маленькую футболочку, которую надел огромный парень, и потом никак не мог ее снять. Этот огромный парень был ты, поэтому ты без футболки? Я похож на огромного парня. Мы уже много историй услышали, что происходит в мужских раздевалках, но понятия не имеем, что же происходит в женских. Очень плохо открывают шампанское по праздникам баскетбольным. Плохо? Моем полы от шампанского. Много праздников. Слишком много праздников. 8 марта, Новый год и день рождения. Свадьбы, роды. Роды. Но я не хотел сейчас слушать от тебя комментарии касаемо твоей победы, потому что тема нашего сегодняшнего влога – это самые вообще нелепые, самые трешовые, самые смешные истории, которые ты слышала, либо, может быть, которые происходили с тобой в раздевалках. Расскажи, пожалуйста, вот есть что-то такое, что прям вот придет в голову? Ты просто перед началом интервью сказал, что ты любишь говорить глупости. Сейчас настал твой момент. Тогда подошел не к тому человеку, у меня проблемы с памятью. И если даже у меня когда-то были трешовые раздевалки, в раздевалке моменты. Трешовые раздевалки? Ну, трешовые раздевалки, в трешовые раздевалке. Это не разница. Я ничего не помню уже. У меня двое детей. Вау, вау, вот это действительно очень круто. Ты еще и дабл-мама получаешь. И в того. Будете слушать всем семейством вот этого красавца? Да. В общем, еще раз позвольте поздравить. Вау! Ну что, друзья, на самом деле у меня открылся, наверное, какой-то букмекерский талант. Как я и говорил, Сема все-таки взяла первое место. Я тебя поздравляю с этим замечательным праздником Слушай на здоровье Бумбокс Историю мы от тебя уже получили Можете прелестнуть сейчас привязки Послушайте его историю Которая посвящена очень интересному сюжету Ну а у нас на самом деле пришло время прощаться И я думаю, кроме победителя Яркое прощение никто не сможет обеспечить в нашем влоге Поэтому я тебе даю слово Давай, сделай это красивое У нашей команды всегда одно пожелание Enjoy life Наслаждайтесь жизнью Любите друг друга И наверное, как спортсмен Всегда желаю всем здоровья Потому что без здоровья больше ничего не будет Любите своих близких Всем спасибо Привет, привет маме придай Мама, привет Смотри все мои игры Сэм Дебда в инстаграме Можете на меня подписываться Выкладываю хорошие видосики, нарезочки Буду рад видеться Друзья, ну мне добавить больше нечего В общем, подписывайтесь на Сему, на меня, на наш канал И увидимся очень скоро Пока! ГАХА!